Продолжаем. Появилась у нас ёлочка для создания всё-таки новогоднего антуража и настроения. Естественно, там кошка где-то уже ковыряется. Ладно. Так, продолжаем. Остался у нас режим больше-меньше. Режим очень удобный, сразу говорю, и используется очень часто. Почему? Часто оператору нужно плавно регулировать скорость привода. Это часто какие-то транспортные машины, да и технологические тоже. Значит, при этом поставить ему удобный для него потенциометр достаточно может быть проблематично. Потому что, во-первых, приходит затянуть длинный аналоговый кабель, который подвержен всяким неприятностям. Во-вторых, оператор может, например, работать в здоровенных таких рукавицах. Да и вообще иметь пальчики не пианиста, а такие, что гайку на 36 руками отворачивает без ключа. И потенциометр у таких операторов долго не живут даже самые промышленные, защищенные и все такое. Поэтому гораздо проще и долговечнее это затянуть два дискретных сигнала. И поставить ему такие здоровенные пару кнопок, чтобы он мог сигналом больше увеличивать скорость, сигналом меньше уменьшать скорость. Часто ставится такой тумблер на три положения без фиксации в крайних положениях. То есть он стоит в среднем положении всегда. Надо увеличить сюда, надо уменьшить сюда. То есть такое все дубовое может быть и удобное. Значит, как такой режим сделать? Для этого у нас есть 59 параметр. 59 параметр, он в инструкции называется Remote Control, то есть дистанционное управление. Еще у разных производителей и у разных инженеров, в зависимости от того, в каком году они закончили. Он может называться, например, мотор-потенциометр. Ну, такой этот режим. И что делает этот 59 параметр? Ну, ты опять пришла нам мешать. Значит, 59 параметр. Он, если мы его включаем, там заводская 0, мы туда, допустим, пишем единицу. Вот пока простейший вариант. Пишем мы туда единицу. Значит, это мы автоматом переназначили наши три клеммы, три входа, выбора фиксированной скорости. Я о них уже рассказывал. RH, RM и RL. Функция их меняется сразу на следующие. RH становится входом больше, RM становится входом меньше, а RL становится входом команды сброса задания на 0. Все просто. Значит, как это работает? Значит, понятно, время разгона, время торможения привода, ограничения по нижней частоте, по верхней границе частоты, все от этого никак не зависит от этого выбранного режима, и все работает, как работало. Что у нас появляется? Параметр 44 и, соответственно, 45 меняют тоже свою функцию, и из второго времени разгона, второго времени торможения, он начинает выполнять функцию времени набора параметра, набора частоты по команде больше, это 44, и время снижения, уменьшения частоты по команде РМ, это 45. Если у нас в 45 стоят девятки, как заводская установка, то все определяется 44, время набора и время сброса одинаковое. Если мы на ходу меняем частоту, меняем задание сигналом больше-меньше, то, соответственно, у нас реакция будет идти по самому медленному, то есть либо по 7-8, либо по 44-45, что больше, потому и будет отрабатывать. Обычно время набора, время сброса ставится больше, чем 7-8, чем время разгона торможения. Чем больше мы это время поставим, тем более точно мы сможем регулировать частоту, естественно. Так же очень часто переназначают 52-й параметр таким образом, чтобы в режиме остановленного привода мы видели заданную частоту. Не выходную, а заданную. Это позволяет с помощью этих сигналов больше-меньше достаточно точно выставить частоту при остановленном приводе, то есть заранее. Значит, сейчас мы, невзирая на помощников, попробуем это показать. И сам. Иди погуляй. Значит, смотрим, что у нас в параметрах. 7-8 проверяем. Значит, 5 секунд разгон, 5 секунд торможения. Обычное дело. Проверяем 44-й. 44-й стоит аж 20 секунд. И это удобно, потому что, я же говорю, позволяет более точно выставить частоту. 45-й девятки, значит, у нас и набор, и сброс. Задание с одинаковой скоростью идет. Значит, и нас интересует 59-й параметр. Значит, сейчас заводская установка 0. Мы переключаем на 1. То есть, включаем режим больше-меньше. Вот. Так. Да. И вот для простоты, так сказать, значит, сейчас 52-й. Поменяем на сотку, чтобы видеть задание. Вот. У нас мигают герцы, значит, мы сейчас видим не выходную частоту, а заданную частоту. И вот мы берем R-H подаем, да? пока держим. Частота увеличивается, задание. R-M снижаем. Вот потому 20 секунд и выставлено, чтобы мы могли достаточно точно, вот я захотел 25 Ерц поставить, да? И мне это удалось. При меньшем времени набора вряд ли это у меня получилось бы. Так. И сигнал R-L подаем. Мгновенно сбрасывается задание на 0. То есть, все понятно. Значит, сейчас мы наберем какое-нибудь задание. Вот. 25 Герц мы поставили, да? Даем команду на ход. Вот. Мы отработали. Можем на ходу точно так же точно так же менять задание. Точно так же если мы сделаем сброс на 0 задание все все произойдет точно так же. Если мы на ходу вот не снимая сигнал старта будем просто держать задание то разгон у нас будет вот по этим 20 секундам. если мы просто снимем команду то становимся мы по 5 секундам естественно а не по 20 с этим вроде понятно. теперь что мы туда в 59 можем еще вписать мы можем писать двойку и тройку так значит что такое у нас и то и другое это включенный режим естественно кнопочное управление то есть управление больше меньше но чем отличается если мы выбираем единичку то у нас задание запоминается и при следующем старте у нас мы вернемся на то же задание смотрим мы не меняли ничего делаем следующий старт вернулись на те же самые 40 ерц хорошо если мы выбираем 59 параметре двоечку значит поменяем вот 25 герц да теперь остановим выключим питание и у нас задание опять 0 нету нету задания мы его не записали в е квадрат пром то есть в энергонезависимую память если если мы то же самое сейчас сделаем с единичкой наберем наберем задание отработали отработали выключили питание включили питание задание висит вот оно потому что оно записано в е квадрат пром то есть если мы ставим единичку то выставленная вот в режиме больше меньше частота у нас будет храниться в энергонезависимой памяти если мы ставим двойку то она переписываться не будет будет храниться только в азу до ближайшего сброса что у нас осталось попробовать троечку 59 параметр записываем троечку набираем и у нас задание опять сбросилось на ноль то есть у нас будет сбрасываться задание на ноль при каждом останове когда тройка не просто не будет записываться но еще и будет сбрасываться при останове видите и нам каждый раз придется выставлять частоту по новой в некоторых технологических процессах это необходимо поэтому такая возможность предусмотрена при реверсе не сбросилось при стопе сбросилось вот собственно все значит то есть режим простой режим очень полезный в очень многих применениях а вот и настроить его легко включить надо помнить что если мы переназначили функции вот этих входов наших дискретных рэйч рэм рэйль то при включении дистанционного режима если у нас нету этих входов то они и не станут выполнять эти функции если мы их забрали под другие функции это надо помнить ну и все значит собственно больше тут особо рассказывать нечего но помните об этом режиме стоит потому что он достаточно полезный в очень многих применениях ладненько счастливо